Спасибо. Это значит, что если использовать дерево для разметки неразмеченных данных, то почти в половине случаев дерево проигнорирует новости, содержащие предположения о последствиях коронавируса, и запишет их в нулевую категорию. Для компьютерных наук точность равна 2-2, малова. Впрочем, для социологии очень даже ничего. Какие есть варианты дополнительной настройки модели для повышения качества ее обучения? Я перечисляю здесь 5 вариантов по степени общности и сложности. Их больше. Но даже все 5 в этом видео я не рассмотрю. Рассмотрю только первые 3. Во-первых, можно попытаться настроить вручную параметры одиночного дерева. Какие-то параметры. О них уже шла речь в прошлом видео. Максимально возможная глубина дерева. То есть сколько уровней может быть в дереве. Минимальный размер детского узла. Минимальное число наблюдений в родительском узле. И максимальное число предикторов. При отборе очередного узла разбиения. Построенная в прошлом видео модель на обучающей подвыборке. Давала F-score и для нулевой, и для единичной категории. Равно единице. То есть обучающей подвыборке. Предсказания по встроенной модели были абсолютно точными. А на тестовой подвыборке единичная категория гораздо хуже предсказывается. То есть падение точности очень большое. Что говорит о переобученности модели. Чтобы снизить разницу прогностической точности на тестовой подвыборке и обучающей подвыборке, можно попробовать ограничить максимально возможную глубину дерева. и увеличить минимальное количество наблюдений в детском узле. Начну с минимального числа наблюдений в детском узле. Увеличиваю с одного до пяти. Все остальные настройки остаются теми же, что и в модели из прошлого видео. На тестовой подвыборке F1-score для единичной категории стал неприлично низким. Попробую еще увеличить минимальное число наблюдений в детском узле. С пяти до десяти. Теперь F1-score выросло до 0,55. Конечно, всего три процентных пункта. Это не сильно много. Но из примерно тысячи новостей, которые должна разметить обученная модель, три процента – это больше 30 новостей. Попробую изменить максимальную глубину дерева. Ввожу параметр MaxDead10. Остальные параметры такие же, как у построенного только что дерева. F1-score для единичной категории на тестовой подвыборке немного снизился. Возвращаюсь к лучшей в рамках работы вручную с параметрами модели. К лучшей модели, в которой минимальное число наблюдений в детском узле 10 и не регулируется максимально возможная глубина дерева. Для этой модели я рассчитываю вероятности единичного и нулевого значения для неразмеченных новостей. Это фрейм аноноума, неразмеченные новости. Привращаю дата фрейм, присваиваю нужный индекс, чтобы было красиво. Сортирую по столбцу с единичными значениями. Все эти процедуры я уже производил в предыдущем видео. Беру 5 новостей с максимальной вероятностью иметь единичное значение. И уважаю их при помощи цикла. Первая новость. Авиакомпания СЕВН 4 февраля полностью остановит полет из России в Китай. Да, правильно. Власти России решили продлить закрытие границ. Правильно. ОТИСИФАРМ, производитель противовирусного препарата Орбидол, 28 января запустил рекламную кампанию, опять же связанную с коронавирусом. Китайские спортсменки будут участвовать в соревнованиях, которые пройдут в центре гимнастики. Несмотря на решение Кабмина запрета, на объезд для раперисток не будет. Тоже своего рода последствия. В Китае от коронавируса умерли более 400 изразений свыше 20 тысяч человек. Но это сборная новость, которая должна бы отнестись к категории нерелевантно. Впрочем, понятно, почему обученная модель отнесла эту новость к единичной категории, поскольку внутри этой сборной новости есть речь о последствиях коронавируса. Гипотетически, если бы я строил более сложную модель не с бинарным отликом, а с тремя категориями зависимой переменной, обученная модель могла бы правильно идентифицировать эту сборную новость. Но, как я уже говорил в прошлом видео, категория нерелевантна, слишком мало наполнена, чтобы какие-либо алгоритмы могли ее нормально прогнозировать. Допустим, я не хочу вручную менять параметры. Я хочу задать некоторый диапазон для интересующих параметров, чтобы в рамках этого диапазона обучились модели, и из этих моделей была выбрана наилучшая. В искалерном есть инструмент для этого, это класс GridSearchCV. Он при помощи кроссвалидации как раз и проверяет модели в рамках некоторого диапазона. Кроссвалидация предполагает разбиение обучающей, выборки на К-групп. Модель с каждым набором параметров перестраивается К-раз, и каждый раз одна из К-групп не участвует в обучении, а выступает в роли тестовой группы. Дальше показатели усредняются и выбираются наилучшие. Импортирую GridSearchCV и задаю диапазон для максимально возможной глубины и минимального количества наблюдений в детском узле. Задаю их исходя из тех результатов, которые получил в первом пункте, когда вручную подбирал параметры. В виде словаря с двумя ключами задаю значение параметров. Указываю, что сравниваться модели будут по метрике F1 macro. Обращаюсь к классу DecisionTree Classifier, помещаю объект Model внутрь класса GridSearchCV и параметры, и метрику, и количество групп для кросс-валидации. И традиционно применяю функцию Fit, ровно так же, как и применял ее до этого. Теперь применяю ее к объекту CV, сформированному в результате работы класса GridSearchCV, а не к объекту Classifier, сформированному в результате работы класса DecisionTree Classifier. Ввожу контактные параметры, то есть из диапазона, из двух диапазонов, отобранным глубина равна 14 и число наблюдений в детском узле 1. Это параметры лучшего дерева, получившего score 0675. Ввожу их посредством атрибутов без парамс и без score. Применяю эти параметры к одиночному дереву 1.14. Получаю на тестовом подвыборке F1 score для единичной категории 0.5. К сожалению, этот результат не лучше полученного в пункте 1, когда я вручную подбирал параметры. Не лучше с точки зрения предсказаний единичной категории. В той модели было 0.55, здесь 0.5. Третий вариант действий – это обучение не одного дерева, а группы деревьев или по-другому ансамбле. Основных видов ансамбля три. Бегинг, основанный на процедуре Bootstrap, предполагается, что из обучающей выборки набираются подвыборки с числом элементов таким же, как в выборке. Это обеспечивается как раз за счет повторения, потому что если повторения не было, то подвыборки имели меньше объем, чем выборка. И дальше на каждой подвыборке строится дерево. Затем результаты некоторым образом интегрируются. Второй вариант – это случайный лес. В рамках которого варьируется не только набор наблюдений, на которых строится каждое дерево, но и набор переменных из исходного полного списка переменных. И, наконец, бустинг. Он отличается от Бегинга принципиально. В нем каждое последующее дерево пытается объяснить ошибки предыдущего дерева. Фактически то, что не объяснило предыдущее дерево, должно быть объяснено хотя бы в какой-то мере следующим деревом. А то, что не объяснило и следующее, попытается объяснить еще следующее дерево. И так далее. Поскольку на практике чаще всего используют случайный лес и бустинг, их и рассмотрю. И опять же, синтакс очень похож на синтакса отдельного дерева. Я импортирую Random Forest Classifier и Gradient Boosting Classifier. Сначала применяю Random Forest Classifier. Обращаюсь к соответствующему классу с настройками по умолчанию. Я выберу настройки по умолчанию внутри скобочек, нажав Shift и два таба. Дальше синтакс воспроизводит синтакс предыдущих одиночных деревьев. На тестовой подвыборке F1 score для единичной категории всего лишь 0,36. Это очень мало. Посмотрим, как покажет себя бустинг. Синтакс снова почти такой же. Но вызывается класс Gradient Boosting Classifier. Снова настройки по умолчанию. F1 score для единичной категории на тестовых данных 0,5. Это, конечно, выше, чем показал случайный лес. Но ниже, чем построенные ранее модели, где F1 score был равен 0,55. Может быть, не все потеряно для ансамблей. Попробую автоматически найти оптимальные настройки для бустинга. И вспомогательный чанк для того, чтобы скрыть возможные предупреждения. модуль Wallings, функция Filter Wallings и указываю, что требуется с ними делать. Чтобы подбирать параметры с диапазона, я снова использую класс Grid Search CV. То есть, по сути, я совмещаю пункт второй в настройках модели и третий. К раз ансамбле при помощи словарей задаю гипотетически подходящий диапазон параметров. А именно глубину и количество деревьев. Причем не сплошняком, а с шагом, потому что иначе довольно долго будет работать. Гипотетически в силу наличие шага, особенно здесь большого шага, будут пропущены на самом деле лучшие варианты. Но моя задача здесь показать пути настройки обучающей модели. В течение трех с четвертью минут обучались модели с разными параметрами. И лучшие варианты параметров это максимально возможная глубина дерева 18 и количество деревьев 110. Они выведены опять же при помощи атрибутов bestparams и bestscore. настраиваю отдельный бустинг, если можно так сказать отдельный ансамбль. По тем значениям параметров, которые только что получил. И вижу, что, к сожалению, F1 score не дотянул до уровня хотя бы 0.55. Поэтому на данный момент я останавливаюсь на полученной в рамках первого варианта настройки модели. Следующий вариант в настройке четвертый и пятый. Они либо предполагают выход за рамки деревьев, переход к другим методам, либо переход от текстов к промежуточному звену, а именно тему текстов, полученным тоже автоматическим путем, посредством какого-либо из методов тематического моделирования. Текстов много, их трудно размечать. Тем, может быть, гораздо меньше их, быстрее разметить, можно внимательнее подойти к этому делу. И, может быть, уже последующее обучение модели посредством разметки тем даст более высокую точность.